Аштрин-2, то, что он дает большую токсикацию и головная боль в области лба и височной части. Уберечь себя от вирусов эпидемиологи региона прогнозируют на территории области вспышку гриппа. Закрываем. Закрываем и уезжаем. Домики шале на Соборной площади освободили. Во Владимире завершилась рождественская ярмарка. Вдохновленный Рождеством во Дворце Творчества Юных состоялся ежегодный фестиваль искусств среди школьников. Добрый вечер, в эфире новости в студии Ирина Шульга. Аварийные выходные. В субботу в регионе зафиксировано 3 ДТП с пострадавшими. 12 января около 12.30 на 31-м километре автодороги Владимир Муром-Арзамас 30-летняя жительница города Владимира, двигаясь на автомобиле Ford Fusion, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем Nissan Qashqai под управлением 38-летней жительницы Мурома. В результате ДТП водители получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. В этот же день около 13.20 на 37-м километре автодороги Владимир-Кусь-Хрустальный-Тума в Кусь-Хрустальном районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. По предварительной информации водитель Audi A6 выехал на встречку, где и произошло столкновение с автомобилем ГАЗ-19-521 и Chevrolet Clan. В результате ДТП травму получил и был госпитализирован водитель автомобиля Audi A6. Еще одно ДТП произошло около 17 часов в Камешковском районе. В этом автопроисшествии пострадали 4 человека, в том числе несовершеннолетний. Все участники ДТП были госпитализированы в медицинское учреждение. На следующий день в воскресенье в Кусь-Хрустальном районе произошло смертельное ДТП. Около 7.15 на 33-м километре автодороги Владимир-Кусь-Хрустальный-Тума столкнулись две Мазды. В результате аварии женщина-пассажир 1974 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Травмы различной степени тяжести получили и были госпитализированы в медицинское учреждение водителей транспортных средств, а также пассажир другого авто. По всем фактам ДТП назначены проверки. Заработали миллионы на инсценировке дорожно-транспортных происшествий. Перед судом предстанет группа лиц, обвиняемая в мошенничестве. В июне 2015 года житель областного центра организовал несколько человек с целью похитить средства страховой компании. В их числе друзья и родственники, а также страховщики и сотрудники госавтоинспекции. Для воплощения преступного замысла была разработана схема организации фиктивных ДТП. Участники группировки приобретали дешевые и дорогие авто, устраивали ДТП, при этом причиняя серьезный материальный ущерб, после чего составлялись подложные документы, по которым мошенники получали выплаты. В период с 2015 года по сентябрь 2016 они устроили 13 фиктивных ДТП и получили более 4,5 миллионов рублей от страховой фирмы. Свою вину в содеянном фигуранты признали частично. Судебные заседания пройдут в Ленинском райсуде. Украл у пассажира электрички более 100 тысяч рублей. Владимирский ленинный отдел МВД России на транспорте сообщает о раскрытии преступления, совершенного в пригородном электропоезде. К муромским правоохранителям обратился 50-летний мужчина с заявлением о краже личных вещей и денег. В электричке у него украли рюкзак, в котором находились документы, наличные деньги и банковская карта. В этот же день с него были списаны более 100 тысяч рублей. Оказалось, что пассажира обокрал 55-летний работник электропоезда. Вещи он украл у пассажира, пока тот спал, а деньги с карты снял в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотруднику электрички за содеянное грозит до 5 лет лишения свободы. За вторую неделю нового года в регионе зафиксировано более 7 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Из них более 4 700 диагнозов поставлены детям. Половина всех случаев зарегистрирована в областном центре. Относительно высокий уровень заболеваемости только в одном муниципальном образовании, это Гусь-Хрустальный район. В целом же эпид-порог на территории региона не превышен. Специалисты связывают это с успешно проведенной прививочной кампанией в регионе. Но не исключено, что вспышки гриппа возникнут в марте и за теплой осенью мог произойти эпидемиологический сдвиг. Показатели же по заболеваемости должны остаться на уровне прошлогодних. Характерные для нашего региона вирусы гриппа это H3N2, еще его называют гонконгским, и АH1N1, а также вирус типа Б. От остальных ОРВИ грипп отличает то, что он всегда протекает со сложнениями. H3N2, то что он дает большую токсикацию и головная боль в области лба и височной части, соответственно идет нагрузка на головной мозг. И люди, у которых уже свою хроническая гипертония, вот им этот грипп очень опасен. Что касается свиной, свиной он не дает такой вот, вернее он дает тоже, так же, конечно, осложнения, но больше он дает на сердце. Риск подхватить опасный вирус возрастает вот теперь. Повышенная влажность воздуха способствует активному размножению патогенных организмов. Кроме того, в слякотную погоду отсутствуют ультрафиолетовые лучи, которые оказывают на вирус обеззараживающее воздействие. Поэтому весной жителям области рекомендуется меньше посещать закрытые помещения с большим количеством людей, особенно это касается пожилых и детей. Мы рекомендуем, что если вам необходимо посетить мероприятие или помещение с большим количеством людей, не забудьте взять с собой медицинскую маску. Если вы видите, что в помещении чихают или кашляют, лучше закрыть рот либо носовым платком, либо марлей. Маску мы носим не более двух-трех часов, а потом мы ее выбрасываем. И коротко о других заметных новостях. За прошедшие выходные силы и средства пожарно-спасательных гарнизонов области несколько раз выезжали на возгорание в банях. В субботу днем огнеборцы Петушинского района тушили пожар в бане на площади в 9 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. На учет 13 января пожар возник в бане по адресу Селивановский район, деревня Губина, улица Лесная. Там горело 12 квадратных метров. Тем же днем загорелась баня в микрорайоне Руктрут. На тушение выдвинулись 3 единицы техники и 7 человек. Еще один пожар в бане был ликвидирован ночью 14 января на улице Островского в городе Камешково. О всех случаях обошлось без пострадавших. Главное управление МЧС напоминает, в случае возгорания как можно быстрее сообщить об этом в пожарную охрану по номерам 011, 101 и 112. Задержали за хищение следственным управлением МВД России по городу Владимира возбуждено уголовное дело в отношении 29 и 31-летнего владимирцев. В течение четырех месяцев мужчины занимались воровством на федеральной автодороге. Они воровали аккумуляторы, которые обеспечивали функционирование световых элементов на дорожных знаках, применяемых в ходе ремонта федеральной автодороги. Злоумышленники, пользуясь моментом, когда оборудование оставалось без присмотра, похищали его и скрывались. Правоохранители отмечают, что в одном из случаев предметом преступного посягательства стал аккумулятор строительного трактора, припаркованного у дороги. В общей сложности были похищены 10 аккумуляторов, сумма материального ущерба превысила 80 тысяч рублей. Установлено, что похищенные имущества подозреваемые реализовывали, а денежные средства потратили на личные нужды. Свою вину в содеянном фигуранты признали. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра. В отношении фигурантов избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вышли на 600-метровую дистанцию. Более 3000 владимирцев приняли участие в забеге Дедов Морозов. Каждый участник забега получил памятный сертификат, а победители – призы от городской администрации. Быстрее всех других Дедов Морозов пробежал Никита Васильев с результатом 1 минута 33 секунды. Вторым на финише был Артем Барков, третьим – Матвей Ковалев. Самой быстрой снегурочкой в этом году стала Анна Зеленова. Второе место у Анастасии Дубиной, а третье – за Екатериной Посадченко. Самыми юными участниками забега стали годовалый Дима Орлов. Он преодолел дистанцию на руках у мамы. И Яна Суходольцева, которой всего один год и девять месяцев. Самым опытным Дедом Морозом уже восьмой год подряд стал 81-летний ветеран Владимирского спорта Анатолий Митрофанов, а самой опытной снегурочкой – 61-летняя Ольга Сажина. За самые нарядные костюмы Деда Мороза и Снегурочки призы получили Александр Юрлов и Инга Лысова, а также креативный Дед Мороз по имени Александр в костюме с необычным для сказочного персонажа атрибутами. Наградили и участников забега, которые вышли на старт всей семьей. Самыми снежными в этом году стали семьи Гончаровых и Лукашевых. Рождественская ярмарка во Владимире завершена. По предварительным подсчетам, в этом году ее посетили более 200 тысяч жителей и гостей областного центра. В эти выходные ярмарка работала последние дни, а сегодня предприниматели освободили домики шале. Сегодня в парке Липки можно было наблюдать большое количество грузовых машин. Из домика в шале предприниматели вывозили остатки нереализованной продукции, личной вещи и новогоднюю атрибутику. Жительница Владимира Людмила Михайловна вот уже несколько лет продает на рождественской ярмарке сувениры из керамики. Выручкой этого года более чем довольна. При этом женщина рассказывает, торговля пошла буквально за несколько дней до Нового года. Когда только ярмарка открылась, покупателей было немного. Вы знаете, ярмарка открывать рано, нет резону. Ее надо где-то открывать числа 27-28 декабря, потому что самая торговля начинается именно в этот срок. А раньше, до этого времени, совершенно нет резон, мы сидели просто. А потом, конечно, пошли люди уже, стали покупать тематику, стали покупать сувениры, подарки. И мы, конечно, были очень довольны. Всего свою продукцию на этой ярмарке представили более 60 предпринимателей, в том числе представители из Республики Беларусь и Санкт-Петербурга. Но большинство домиков в шале заняли местные ремесленники. По традиции приобрести здесь можно было сладости, соленья, сувениры ручной работы, кожаные изделия. Все то, что можно было бы подарить родным и близким на Новый год. Продавцы говорят, была бы возможность торговлю бы на Соборной площади продолжили, хотя бы до Масленицы. Но согласно договору с мэрией, освободить витрины они должны в эти дни. Что касается дальнейшей судьбы домиков в шале, то их в скором времени уберут из парка Липки. Я вам не скажу когда. Почему? Потому что сейчас зимняя погода, да это достаточно такие хрупкие сооружения деревянные. Мы просто не хотим их повредить, но обязательно их вывезем. Они хранятся на складских площадках, которые курируют наше управление административными зданиями. То есть наша задача, чтобы они пережили летний сезон спокойно и в будущей зимой, накануне очередной рождественской ярмарки, опять заняли свои места. При этом в мэрии добавляют, не исключено, что несколько домиков в шале все-таки останутся в центре для продажи сувенирной продукции туристам, а также для реализации товаров во время городских праздников. Они делают жизнь владимирцев качественной и благополучной. Сегодня во Владимире чествовали самые активные социально ориентированные общественные организации. Из более чем 70 объединений были выбраны 17. Их руководители получили награду от первых лиц города. Всего в областном центре на сегодняшний день более 70 социально ориентированных некоммерческих организаций. Это профсоюзы и общество защиты материнства и детства, объединений ветеранов, инвалидов и пенсионеров. Владимирская ассоциация пенсионеров за прошлый год организовала для своих членов несколько культурных выездов по области и за пределами. В этом году ассоциация отметит 27 день рождения. Сейчас в объединении более 1200 человек, для каждого из которых оказывается своевременная поддержка. Наша задача состоит в том, чтобы можно было как больше оказать помощь населению и финансовой стороне. Например, если у кого-то есть какие-то жизненные ситуации, мы стараемся им помочь. Либо выйти на управление социальной защитой с помощью их. Практически мы проводим все праздничные мероприятия и ни одно из этих мероприятий не обходится без подарка. Вместе с социальными объединениями в областном центре регулярно проводятся встречи представителей органов власти и горожан. Митинги, спортивные и интеллектуальные соревнования, а также государственные и народные праздники. Кроме того, некоммерческие структуры, коих насчитывается почти две сотни, активно способствуют решению городских проблем. Например, при их содействии был создан попечительский совет по защите князь Владимирского кладбища. Это памятник архитектуры, это памятник истории Владимирской области города. Мы планируем сюда ввести различные организации, спонсорские службы, которые могут помочь чем-то для сохранения памятника. Вот это серьезный вопрос, который мы очень долго обсуждали вместе с администрацией, вместе с НКО. В 2018 году на реализацию программ, разработанных некоммерческими объединениями, из городской казны было направлено более 600 тысяч рублей. Кроме того, организации могут подать заявку на получение муниципального социального гранта. И многие из них выигрывают и выигрывают на протяжении нескольких лет подряд. Вот мы с Андреем Станиславовичем, когда обсуждали бюджет на 2019 год, мы уже как бы запланировали для себя, что мы обязательно эту грантовую поддержку будем увеличивать. Сейчас изыщем первые средства от первой экономии. Это у нас поступило предложение такое. Мы, когда обсуждали бюджет, сказали, что обязательно увеличим поддержку по сравнению с прошлым годом. И будем увеличивать. И все, кто у нас заявляется на гранты, мы стараемся, чтобы все были поощрены каким-то образом. 17 самых активных организаций получили от первых лиц города ценные подарки. И также для них был организован концерт в исполнении артистов Дома культуры молодежи. Светлана Барашко, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант». Духовные песнопения, поэзия и живопись сегодня во Владимире во Дворце детского творчества прошел ежегодный конкурс «Рождественская звезда-2019». В фестивале искусств приняли участие более 500 учащихся из образовательных учреждений города. На конкурсе собрались учащиеся школы-воспитанники творческих объединений Владимира. В этом году в фестивале впервые приняли участие дошкольники. Также свои работы на конкурсе представили технологические колледжи «Армянская диаспора». Организаторы концерта уверены, что рождественский праздник помогает детям раскрыть творческий потенциал и способствует популяризации христианских ценностей. С каждым годом желающих принять участие в конкурсе все больше. Участников очень много, как никогда. В духовном песнопении это 74 номера. Вот говорит, 24 чтеца, 54 участника семейной традиции и почти 400 человек изобразительное искусство. Вот столько участников. Конкурс пользуется спросом. Конкурс проходит в нескольких номинациях. Музыка, поэзия и проза, изобразительное искусство и семейный конкурс традиций. В музыкальной номинации участники представили хоровые, сольные, духовные песнопения. Прозвучали знакомые всем с детства рождественские мелодии и фольклорные композиции. В инструментальных номерах юные таланты показали мастерство игры на фортепиано и блокфлейте. Участницы хора 25-й школы признаются. К выступлению начали готовиться заранее, чтобы порадовать зрителей чистым и душевным исполнением. Мы готовились примерно очень долго, где-то месяц. Мы там старались, пели и строились уже около этой недели. Ну, в общем, все вышло успешно и мы очень рады. Песня такая душевная, можно даже прослезиться. В номинации «Моя семейная традиция» дети с помощью фотографий старались передать атмосферу и обычаи празднования Рождества в их семьях. На художественной выставке представлены работы участников в разных видах изобразительного искусства. Живопись, скульптура, графика и декоративно-прикладное творчество. Здесь можно увидеть пряничные домики, оригинальные елки, новогодние игрушки и множество рисунков. Я всю жизнь любила рисовать и решила попробовать себя именно в этом направлении. Я решила нарисовать детей примерно моего возраста, которые вышли на улицу вместе с маленьким годовалым ребенком наряжать елку. Мне показалось, что это выглядело очень мило. Работу участников разделили по трем возрастным категориям. Жюри оценивало мастерство, оригинальность и соответствие рождественской тематики. Лучшие работы отметили дипломами и сладкими призами. Уже скоро ребята вновь возьмутся за ноты и кисти. Впереди традиционный пасхальный конкурс «Царь дней Пасха». Он пройдет в конце апреля. Екатерина Кламыкова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». И в конце выпуска о спортивных событиях. Ковровский бильярдист Антон Виноградов стал победителем первенства России по комбинированной пирамиде среди юношей до 16 лет. Соревнования по русскому бильярду проходили в Казани. Не после одержанной победы Антон стал трехкратным абсолютным чемпионом России среди юношей. Напомню, в прошлом году спортсмен завоевал золотые медали в двух других дисциплинах русского бильярда – свободной пирамиде и динамичной пирамиде. В первенстве в Казани участвовали в общей сложности 203 спортсмена, 47 из них в дисциплине комбинированная пирамида. Почти из 40 регионов России. Еще одна спортсменка из Коврова Дина Романова завоевала серебряную медаль на первом этапе Кубка России по палеотлону среди женщин и мужчин. Никита Малышев и Анастасия Суконкина, также представлявшие на соревнованиях Владимирскую область, заняли на Кубке четвертые и пятые места соответственно. В состязаниях участвовали представители 10 регионов России. За Владимирскую область выступали 15 человек – из Юрьев-Польского, Мурума, Коврова и Гусь-Хрустального района. В общей командном зачете Владимирская область заняла второе место в соревнованиях. Среди клубов лучшим стал Ковровский спортивный клуб «Вымпел». И к этому участвует вся информация. Если вам есть о чем рассказать жителям города и области, звоните по телефону 44-40-47. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до свидания.